Друзья, важная тема, которую мы хотели обсудить уже какое-то время И вот наконец у нас возникла такая возможность Мы встретились с Михаилом и готовы заслушать его экспертное мнение по этому вопросу Какой вопрос, спросите вы? В попу или в нос, простите Естественно, он всегда стоит первым номером Но во втором номере у нас сегодня на повестке следующее Каков период между партиями, сбалансированный максимально по фэн-шую Чтобы успевать отдохнуть от Вахи настолько, чтобы не просто подходить к следующей партии без негатива Но и с желанием, чтобы ты прям бежал такой Да, сегодня будет день Вархаммера Они чуть не играем Второе важное Это насколько долго можно отсутствовать, чтобы у тебя уже не началось выветриваться из головы Вот эти правила, всякие штуки, мелкая моторика и прочее Давайте как-то подходить к научной, у нас какой-то метод есть Смотри, мы должны, я могу сказать вкратце или типа могу слово блуде начинать Своё вообще просто разводить Как ты знаешь, мы обожаем слава блуде Получается, у нас есть на самом деле такая ситуевина В любом случае нельзя не искать сразу, вкратце, кто хотел заспидранить ролик Вкратце, всё индивидуально Всё, расходимся, народ, я всё сказал Ну и если мы начнём про процессы говорить Ну на самом деле это действительно важно, что это индивидуально Потому что у тебя в любом случае есть несколько факторов забывания То есть у тебя вот есть момент того, что насколько ты быстро отвыкаешь от мелкой моторики Сколько ты быстро отвыкаешь от правил Ну предположим, мы абстрагируемся здесь от момента того, что ещё у нас правила апдейтятся, наверное Потому что это вообще в день игре это всё превратит Вот, здесь есть у каждого индивидуальные параметры Типа насколько ты текстовую информацию забываешь Насколько ты забываешь именно вот эту вот механическую память Типа вот насколько у тебя быстро попадает Вот, но при этом надо понимать, что в любом случае у тебя есть штуки Которые могут так или иначе влиять скорее на это Вот, что важно здесь То есть, например, банально Если ты занимался какой-то очень обыденной вещью, но не играл в Аху Вот всё время ты, не знаю, занимался офисной работой Где-то занятия и перекладывал бумажку слева направо Суть в том, что в такой ситуации ты скорее всего не собьёшься с темпа в Ахе Потому что у тебя ничего не вытеснит её Ну, часть, конечно, понятное дело Там чуть ты утеряешь, скажем так, концентрацию Но в целом это очень большой период Но, например, когда ты чем-то очень активно занимаешься В том числе и думаешь там об этом и всё такое То тогда, да, это может быть очень быстрый период Когда ты сейчас там типа через неделю ты такой уже Что происходит вообще? Как солдатик правил ФМП? Что это такое? Вот это всё Ну, опять же, всё индивидуально С механикой, ну, не сказал бы, что это какой-то чистый индивидуальщин Насколько вы быстро притрачиваете, забываете что-то делать И вот это всё Но важно, мне кажется, что здесь, в первую очередь Концентрация твоя на процессе вообще в целом Насколько ты вот играешь в Аху, ты собираешься и типа такой Погнали Потому что ты можешь, на самом деле, достаточно большой период времени не играть Но если ты как бы сконцентрировался на партии Ты, в принципе, вспомнишь там и правила свои Но типа можешь ли ты такое сделать Как бы это вопрос ещё, да Вот Но, например, важный такой лайфхак Если ты, например, долго не можешь играть, да Вот у тебя Ну, хрен знает его почему Но не можешь, да Вот там, ты какое-то время не играешь Можно банально просто взять И Какое-то свободное время вот спать ложишься, да Ну, там, ты ещё в телефончик повтыкаешь, да В любой А ты берёшь в телефончике Открываешь Вахапедию Открываешь свою фракцию, например Каких-нибудь там ДГ, да И начинаешь смотреть А что бы я там могу своему персонажу повесить из артефактов А что я могу там ещё такого сделать А что может быть там в профилях Типа Но всё в том, что ты в пассивном режиме Да, ты не играешь А во время такого активного взаимодействия У тебя лучше гораздо это взаимодействие Как бы происходит с игромеханикой Ты лучше её усваиваешь Но, тем не менее, так ты её поддерживаешь на каком-то уровне То есть ты не забываешь, даже не играя Это вполне себе реально, типа, делать Да, причём, как бы, даже если играешь Нужно периодически возвращаться Потому что Когда ты играешь Ты начинаешь, как вода По каким-то канавкам Протёк И всё время вот в ту сторону, в ту сторону Так можно какие-то вещи упустить Какие-то мелочи Ты что-то не используешь, например Да Просто ситуация к тому не возникает Ну, там какое-то специфичное правило Какой-то модели там есть, да А тут вдруг возникает эта ситуация А ты не вспомнил об этом Потому что всё это время Не играл этим правилам А если ты периодически достаёшь И такой Ох, ни хрена себе А у меня тут, оказывается, такое правило есть А вот в следующий раз, когда возникнет эта ситуация Я его использую Правильно? Правильно Поэтому в любом случае На самом деле Хорошая идея Периодически открывать правила В том числе и рульбук Потому что всякие тоже мелочи есть Да Это действительно лучше Перепроверять Перечитывать Потому что постоянно Да даже банально Там количество вот так Какое-то вы можете Неправильно изначально запомнить И всё, и понесётся Вы будете время их неправильно воспринимать Типа И там правила какие-то касаются Рульбук Это вообще типа Моё почтение Все мы знаем, как он Прекрасно устроен Моя любимая тема Которая опять у нас был Вот недавно Spark Когда он просто Ну маленький Где мы тестируем Правильно? И опять началось Always Strike First Как он работает И пошла Мача по трубам Опять Поэтому да Это требуется Как бы Какое-то пассивное обновление Вот в этом Правил Скажем так Поддержание их Нужного состояния Это в любом случае Не только за счёт игр Но мне кажется Смотри Типа Если мы говорим Про сроки Вот типа Чтобы ты Выгорание Чтобы у тебя не было Во время партии Сколько тут надо Сколько надо играть Чтобы не перегореть Да типа Чтобы тебе Блевать не начинало От Вахи Тут тоже опять же Очень сильно Индивидуально И зависит Ты ещё и от ситуации То есть ну типа Не только от тебя В целом Как такового А от ситуации В которой То есть Какую ты в Ваху Играешь вообще Вот типа Ты на турниры ходишь Ты играешь в командники Ты играешь в какие-то Соло игры Ты играешь в какие-то Крусейды Ты там типа В день играть По две игры Но там Зато в неделю Сыграть типа Двадцать Ну ладно В неделю нет Десяти дней Да там Четырнадцать партий Сыграть Вот Либо сыграть там В один день пять Но больше не играть Вообще в Ваху Типа Тут очень много Таких ситуаций Но что показывает практика Мне кажется Играть в один день Много Вахи Плохо В целом Сказывается Типа Оно больше отбивает Лично у меня Желание Сидеть И ещё типа Играть 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 Ещё смазывается Всё Я одну партию сыграла Сколько-то Что в них было Ну да Не всегда Каждая такого доходит Но есть такое Есть такое Вот да Это мне кажется Для большинства людей Хуже В плане восприятия Вахи То есть лучше Просто одну Спокойную партию В день С кеком Сыграть И всё Ну может быть Серьёзно Да Ещё важно На каком этапе На самом деле Вхождения В Ваххаммер Ты находишься Типа вначале Ты прям готов Типа на все турниры Еженедельно ездить А если ещё между Ты можешь собраться Где-нибудь с друзьями У себя дома Это вообще Кайфец А потом У тебя Как бы Насытился И уже начинаешь Более избирательно Подходить К этому вопросу Да Вот на этот турнир Я что-то не хочу ехать А вот Мне интереснее стало Ну то есть Ты уже начинаешь Разбираться В своём хобби Ты начинаешь понимать Что конкретно Тебе нравится Тебе не все Девчонки нравятся Девчонки есть А тебе нравятся Вот конкретно Типа блондинки Например Я буду смотреть Только на блондиночку Так же и в Ваххе Собственно Это происходит И соответственно У тебя И чистота Может сильно варьироваться И от твоих необходимостей В принципе Личных И от того Насколько ты В Warfare Hammer Давно находишься Вот Поэтому Тут действительно Нет Какого-то Общего Принципа Как это сделать Партии Когда Уже всё Не могу играть В какой момент После Какого периода Времени Вы ощутили Ой А что-то я хочу Поиграть Поехать А что-то мне хочется Ну кстати Вот это Кстати важная штука Которую я заметил Очень странно Мне казалось Это какая-то тупость Но Какая-то практика Очень много людей На это ловится Что Их начинает Отвахи Ну Она не всегда Связана с Вахой Это иногда связано Со внешними обстоятельствами Но их отвахи Начинает воротить Из-за её количества Да Но зачастую На самом деле Так бывают У вас какие-то Там Свои собственные проблемы Там ещё что-то возникает Там в личной жизни Там в семье Там работа Там всё дела И Ваха начинает Типа такая Ну типа Да стрелять вам Это Ваха Вам сейчас не до неё Да Но плохо Почему-то Что люди в таком состоянии Начинают Ну как бы продолжают Пытаются за Ваху Возможно потому что Ваха как бы Должна быть разрядкой Но в этом случае Она не выступает разрядкой Эмоциональной Она наоборот Ещё больше типа Подогревает И Вот В такой ситуации Лучше наоборот Типа отпустить Если ты чувствуешь Начинает что у тебя Ваха Калить Начинает Лучше на паузу её поставь Типа не поиграйте в неё Там спокойно Ну пропустить там Турнир или ещё что-то Там какой-то этап Ну чтобы тебе потом Потому что Вот перегореть Для состояния того чтобы Потом вообще Не хотелось мне никогда играть Это как бы легче гораздо Чем вот Ну типа чуть-чуть припёкло Ты такой Оп отпустил Мы конечно как какие-то Героинчиков Просто пытаемся удержать На игре Да Но тем не менее Это зачастую плохо Причём что Это чаще всего Вот именно вот это вот Выгорание Оно связано с Внешними факторами То есть не с самой Вахой Оно связано С другими всякими вещами Вот Ну в жизни Которая там происходит Так или иначе Там у всех у нас Вот И почему-то Очень часто Я прям наблюдал Эти картины Когда вот человеку Ему сейчас Типа перерыв сделать Спокойно Типа там Передохнуть Отдохнуть Выдохнуть Типа там И всё Обратно играть в Ваху Там Ну как раз Как раз заняться Там чем-то А нет Типа человек продолжает Как бы держаться За Ваху При этом Ваху Начинает Типа бесить Как и всё Типа бесит И вообще Короче Есть разные Согласись Потребление Вахи Например Ты в какой-нибудь Команде Ну да Команда говорит Ты нам нужен На этот турнир А ты не хочешь ехать Но ради команды Ты такой Ну я поеду Хочу быть с ребятами Мы потом Там выпьем Кивка Там посидим Хорошо будет Но вот ты всё равно Типа как на каторгу Идёшь Да Или Ты записался В какой-нибудь Крюсейд Например И тебе нужно Раз в месяц Хотя бы играть Да У вас Такой ход Частота такая Раз в месяц Это вообще Ни о чём Это вот как раз На уровне Забытия правил К следующей партии Но у тебя Случилось что-то в жизни Например У тебя переключилось Внимание И всё Тебе вот эта Одна партия Ты пишешь Друзьям Я не успеваю Там нечего успевать Но это абсолютно Не важно Поэтому Очень индивидуально Типа Если ты ощущаешь Что ты не успеваешь Раз в месяц Значит ты не ощущаешь Значит тебе не нужно Сейчас Может быть потом Будет нужно И тут надо Как-то суметь Стоять На своём Мне нужно Я не хочу ехать Я может быть Потом вернусь Может быть не вернусь Не важно Поступайте так Как вам нравится Так как вы считаете Сейчас нужно Ваха всё-таки Это не та вещь Которая Я не знаю Как например Получи права Пусть у тебя стаж Там набирается А потом Будешь кататься Ну типа надо Просто сделать Вот надо Сделай Институт Закончи Не важно Что тебе Ты не пойдёшь Другими делами Заниматься Но закончим Все заканчивают Тебе надо Это сделать Нет Здесь естественно Это по-другому Это ваше хобби Вы должны получать Не удовольствие Если не получаете Если вы Делаете Дейлики На автомате Если ты на автомате Делаешь Это ещё одно Когда ты делаешь Это в тягость Вот это уже плохо Когда ты недоволен Процессом Ну банально Мне кажется Когда ты вот с ивента Какой бы это ни был Ивент Там компания Турнир Что угодно Одиночная партия В крусейде Где-то Ещё что-то Если вы приходите После Вахи И вы Не довольны Самой Вахой То есть усталость Это не тождественно плохо Потому что я знаю Некоторые Ну я устал Но устать ты можешь Но при этом Ты будешь доволен Да так сидишь Блин Так покатали Вообще Просто на все деньги После этого Три дня Не мог сесть Да Ну и банально Кстати некоторые Ещё Почему-то забывают Такой момент Предположим Вы играете в Вахой Но Ваха у вас В том числе Связана ещё и с общением Потому что вы В Ваху Вы приходите Вы играете С друзьями Разговариваете С ними И всё такое И у некоторых Начинается то Что типа Ну как бы Хочется с друзьями Время провести Пообщаться Поболтать Но при этом В Ваху играть не хочется Ну всё равно буду играть Типа сейчас поиграю Ну мы закончим В этом сейчас Побесело будет Это всё Открою вам секрет В большинстве ситуаций Неважно даже какой Ивент проходит Вот даже Турнир Который максимально Спортивный Если вам вдруг Типа вот это не хочется Вы не поверите Вы можете не играть А просто прийти И просто потусоваться Всех доставать Ну да Конечно зависит Как вы себя вести Надеюсь вы себя будете Видеть нормально Потому что есть люди Которые такие Вот это подойдёт И начнёт тебе что-то Советы Такой спасибо Я знаю как играть В моей армии Вот Но всё равно да Вы не обязаны играть Ваха вот такая штука Социальная Как знаешь Меня это немножко удивляло Но типа Когда люди Регистрируются на спарк Спрашивали у меня Типа А вот у меня друг есть Он хочет прийти Типа посмотреть Ему надо платить За типа вход Я такой Ну типа Нет он не играет Он не платит за вход Вот мне кажется Это странно Но Вот такой случай Ну типа Пришёл человек И посмотреть Я типа А почему бы вам Так же не прийти Типа не посмотреть Ну если вы Особенно кого-то В смысле знаете Типа Хотя справедливости ради Вон я так же видел На самом деле Интересный эксперимент Для людей Которые Вот приходили Некоторые люди Просто Не с кем Они просто Хотели посмотреть Они приходят Смотрят на мероприятия Ну даже может С кем-то там пообщаются Пока там ходят Типа Но Как бы Никакой проблем нет Человек в Ваху не играет Ну вот это я просто пример Не факт Что Возможно Этому человеку бы хотелось Там поиграть Но суть в том Что Ты можешь спокойно Вот этот Социальный аспект Вахи Если он тебе важен Просто есть на самом деле Люди Которые наоборот Не нравятся Ну типа Хочется игр Механики Если тебе он важен Ты просто Можешь его делать Без игры На самом деле Это тоже нормально Вполне себе Ты тоже будешь Находиться в этом Тем более Иногда бывает Что даже Странно не звучало Но посмотреть на Ваху Со стороны Тоже просто полезно Ты просто посмотришь Со стороны Сам не участвуешь В этом И все И нормально Вот Тоже самый пример Типа тех же командников Если команда Насильно заставляет Кто-то пойти Это странно Там половина команд По-моему существует На таком принципе Типа Пойдем Васильевич Ну вот пойдем Ты же в нашей команде Нам кого-то искать А ты уже Воробей стрелян Мы с тобой Столько турниров прошли Пойдем Ну очень не уверен Там вот этот Это ради команд На что только не идут От подлога До Типа Давай Все-таки Пивка попьем Думаю Желожество Желожество Вообще Можно Как Михаил говорит Можно прийти Не играть Мужа выбрать Да Не Ну банально Вот я на своем примере Приведу Когда я просто Типа был Последний командник Который Предпоследний командник И Как бы Наша команда там была Но я там не играл В том числе Потому что я просто Ну я просто Уставший был Мне просто Ну не хочется Ты ходил С умным видом Я пришел Со стаканчиком Напитка какого-то Да Походил Попердел Там какие-то Стоят Играют Дураки А я умный Хожу Типа Да Какие-то комментарии Остроумные Выдаю Да Этому руку Пожал С этим поговорил Там обсудил Смотри Что у него на столе И Как бы Чувствуешься И причастным И Социализировался И В то же время Не потратил Вот на это Все Время Своё Миньки не тащил Вообще Красавчик Да Так что я считаю Не забывание Я просто Такого Например Играет Денис Там На этом Команднике Я такой Подошел К нему Такой Стал Устала И давай Просто Стою И смотрю Как они Играют С его Оппонентом Что здесь происходит Я не вмешиваюсь в игру Я ничего не говорю Никому Ничего не мешаю Правда иногда Это забавно Это у меня лично Большинство Такого не будет Я просто стою И молчу Но люди иногда Такие Играют А вот Как это должно работать А это как должно работать Начинается Работа То что Тебя воспринимает Как Какого-то Будет смеяться Какого-то Автеликета В этой области И народ Такой Начинает Сразу Как будто Судья Было Смешно Что у меня На каком-то Команднике По мне Это комедия Когда Мы С кем-то играли Я не помню С какой мы командой Играли С Питера По-моему Кто-то из нашей команды И игрок Подходит ко мне Игроку На этом ивенте И как бы Просят Чтобы я Как будто Чтобы я Разрешил Их спор По правилам Господин Рассудина Но смешно Я же просто Тоже игрок Который играет И с вами Нормальный процесс Все-таки По сути Потому что Я считаю Что Правильный Сейчас подход Того же Судейства Как сейчас У Славы Есть То что Игроки В начале Если начинают Спорить Что-то по правилу Ты докажи Свою точку зрения Ты докажи Свою точку зрения По правилам Покажите Конкретно Почему вы спорите Возьмите Если вы не разбираетесь Как работает правило Возьмите Рульбук Разберитесь И если только Вдруг почему-то Это не работает Нет решения В рульбуке Идите к судью Типа Дергайте Ну потому что Все-таки Это ваховы правила Должны знать Сами Типа А дергать судью Просто на ровном месте Типа Если вы просто Ну типа Вам лень было Открыть Книжку Кодекс Или книжку Правил Ну типа Вроде В смысле Это тупизм Какой-то Немного Вот Так что В принципе Нормальный подход Пойти к его дергнуть Это я просто смешно сказал Какой-то рандомный факт Пошел блуждать Какой-то по теме Ну вот Так а сколько Денис Тебе надо Чтобы отупеть От вахи Ну я вот Сейчас играю Раз Или даже Два В неделю И в целом Это Нормальный режим Мне на Не знаю сколько Больше 10 лет Занимаюсь вах И сейчас В целом нормально Единственное что Это по одной партии И это В режиме Который мне сейчас Интересен Я не могу представить Если бы эти партии Были не связаны Я играл просто Какие-то Одиночные Они просто Раньше Были связаны Тем что я Ростер как-то Менял То есть я Потестил Ага Понятно Давай-ка вот это Уберем Это добавим А как сейчас Будет А с какого-то Время это Не очень стало Интересно Сейчас вот Типа забавно Что-то качать Или в пасте Например играть Там У тебя новый Юнит Добавляется И ты На следующем Туре Что-то Применяешь Если это Просто какие-то Партии Никак не связаны Например Турниры Ну это Один сыграл Или два Разницы Никакой То есть Скорее Вот это Для меня Работает То что Это Партии Взаимосвязанные И я Хочу их Играть Ну не просто Типа Короче Как какой-то Надо иметь Мотивацию Тоже В этой форме Вырисовывается Не просто Частота А еще Мотивация Стоящая За этой Частотой У нас Паста идет Раз в месяц У нас Крюсейд идет Два раза в месяц Для меня Даже три Если Алексей Установит Свой Турнир В Королеве При этом Я Если не поиграл Пару Тройку Недель Я сажусь За то что я играл В течение года И я такой Подожди А мы миссии Берем откуда А агенды Там какие А что Вообще Я Правила Не забываю Из кодекса Потому что Я в принципе Их не помню На какой-то момент Когда Восьмерка Сказала Так Помните У вас был Шестой мув У пехоты Двенадцатый Мув У техники Забудьте Об этом Теперь у каждого Какой-то Рандомный мув Рандомное количество Атак Ран И прочее Раньше Обычный пехотинец Одна рана Герой Три раны Танк Три раны Если мелкий Герой Две раны Все Все было Квадратное Понятное Теперь Всех в профиле Что угодно Вообще Присутствует Запоминать Какой смысл Следующая редакция Будет по-другому Я в целом Раньше Играл без Кодекса Лежащего Открытого Сейчас я Часто смотрю Только если Юнит постоянно Используется Я запоминаю Сколько Ну да Вот Но Именно Взникают Вот эти вопросы Которые Не формализованы В партии Что мы делаем До Подожди Какие шаги сначала Надо террейн расставить Или Агенда Значит Что мы делаем Непонятно И чувствуешь себя Немножко Знаете Это как После отпуска Вернуться на работу И ты понимаешь Что ты сидел Год этим занимался Ты все знаешь Но вот как-то Просто Заставить себя сесть И влиться Непонятно Подождите Или красил Например Не красил долго Подождите Я серьезно Сидел с кисточкой Типа Вот это делал А как И это по факту Вот именно Какое-то время Должна Адаптация Происходить Но Получается Что мне хватает Буквально Пара недель Тройка Вот я в отпуск съездил И все Я тупил Не то что тупил Но я вернулся Не как Вышел Час назад А вот реально У меня не было Какое-то количество Я думаю Да Это максимально Индивидуально Для любого человека Но тем не менее Навык любой Если его Постоянно Не тренировать Он теряется Это Ну естественный Процесс Ну да Абсолютно Ваха Это тот же Навык Поэтому Как бы Люди Играющие в турниры И часто Вообще Тренирующиеся У них все На автомате Происходит А если ты Раз приезжаешь В год Сыграть Спарк Потом Тебя хватает Ну естественно Ты будешь Каждый раз Смотреть Баран На нового Причем Мы говорим О Вархаммере Где А Весь обсчет Лежит на тебе Б Все правила Знания Лежат на тебе Третье Их просто Дохренища Всяких правил Твои Чужие Там Куча фракций Все разные У них куча правил В каждом кодексе Там Столько-то род Или Чаптеров Карт-волдов И так далее Ты все это Как бы Ну не то что должен знать Ну хотелось бы Чтоб ты прям ориентировался В этом Причем даже Вы подумаете Что спортивные люди Хорошо знают правила И все помнят Но по факту Они тоже Ключевые вещи Которые постоянно используются С которыми не сталкиваются Они такие Типа Ага Я помню Как я на ТЦ Приехал Играть С каким-то Крутым чуваком Было понятно За Марф Ой За Найт Офф Он играл Выходит ДГ Он такой Типа Окей Ладно Знаете Какие-то Плагмарины бегут Ему Фигак Я за фазу Выкашиваю Сколько-то Найт Офф Сразу Типа Чего происходит А потом Я такой Типа Плохо Кидает На том же Ааа Это рандом Окей Начинает понимать Как вообще Все это работает Что это не просто Типа ДГ Такое Крутое Всех Перелавит Почему-то Никто не играет А просто Я кинул Первый раз На огнемет Максимальное количество Выстрелов Пробил И Все А там Оказывается Вот как Оно Дело Поэтому Да На этом еще Куча всяких Эффектов Есть Удивил Победил И прочее Но Люди Они не могут Запомнить Все И если Они к тому же Не часто Играют То Эти знания Которые Они в партии Получают Они быстро Уветриваются К сожалению Это И грустно И с другой стороны Нормально Потому что Все мы люди И мы Ни в коем случае Не роботы Я еще хочу Кстати Как-нибудь Обсудить Тему Ошибок У нас же Святая корова Знание правил Ты ошибся Значит Все Ну как так Ты начитил Это кошмар Нельзя ошибаться Что ты делал В репортах Там что-то не так Делали Ну вы охренели Это ошибаться Я не могу Это Мы раньше Сами страдали Есть такая тема А потом ты понимаешь Что ну типа Ошибки Неизбежны Они будут Происходить Постоянно Ты не сможешь При самом Щепетильном Контроле Все равно Где-нибудь Да выскочит Ты там Типа О чем-то задумался Или Типа отдался Моменту Я помню Вот сейчас Я до сих пор Не уверен Я откидывал С минус Тухист Там Против Или Не учел Этого Забыл Просто типа Кидал Прикольно Было Такой тема Оп И все Уже Потом Обратным числом Как это было Я вообще Учел Это Настухи Это или нет И По мелочи Естественно Ошибок будет Больше Больших ошибок Будет меньше У вас есть Партнер Который В какой-то момент Подхватит Подожди Ты вспомнишь Вот эту Тему Я сейчас С людьми играю Я вижу Что я Чаще Чем они играют Я их правил Все время напоминаю Сейчас С некронами Задолбался Про протокол Их напоминать Они модели Убирают И говорю Протоколы Какие-нибудь Протоколы Свои сраные Вот здесь Вот Почему я понимаю Сейчас Вон Кни Эта модель И встанет Мне будет бесительно Я все равно Помню об этом Человеку И Я Почему Сейчас хорошо Так помню Я же Не крона В крюседе Просто Они мне достали Со всех сторон И тысячники Тоже Начинаешь В правилах Разбираться Вот это Столько стоит Вот это Столько стоит Давай Конечно Вставляй Меня Эту гадость Так что Наигрыш Наигрыш Естественно Важен Но 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 Друзья Ощутите себя Вы Вот только Начали играть Вам очень Интересно Естественно Вы бесконечное Количество партий Можете играть Единственное Всех Тоже по-разному Кто-то Быстро Насыщается И такой Ой Ну я Типа Ваху Прошел Пойду Что там Есть у вас Еще интересного Инфинити Подтащи Это не то Что плохо Что вы Скипнете Например Это ваш путь Короче Ну пошли Ваху Вас не зацепило Получается Можно попытаться Себя Настраивать Это как У меня дочь Она Манго Маракуйя Вот эти Из Вкусвеля Просто Литровые Бутылки Покупала Раз в неделю Потом Раз лежит В холодильнике Половина Все И очень Такая штука Прям офигительно Там все Не могу больше пить Вот Это тоже понятно И можно Себя Так тихонечко Но это Опять же Это Внутренняя дисциплина Это вам нужно В таком Формате Может быть Нет Может быть Вы просто Хотите кайфануть Да Потом Может быть Настанет Типа Вы год Ничем не занимаетесь Не можете найти себя Потому что В это вы переиграли В это переиграли Ничего нового На горизонте Не появляется У вас депрессия А если вы Аккуратненько подходили Вы сейчас занимались Вах И у вас было все хорошо Блин Это столько Типа Если Почему Как Вот Я понимаю Что в принципе Планировать свою жизнь И действовать по плану Это очень грамотно На какой день Жизни по плану Ты скажешь Пошло Но все Пойду Пошло Ну в смысле Ладно Пойду В геншин делике Делать Да Это же Тоже важно Человек Опять же Ну да Потому что Ты роботизируешь Когда свои действия Ты кукухой Начинаешь ползти Иногда Типа Когда у тебя Супероднообразие Начинается Ну у тебя На самом деле Разнообразие Может Однообразие Может быть Разнообразным На самом деле Да Но может быть Супероднообразным Настолько Что Действительно Просто Кукухин ползет И все И ты такой Ну что-то на полу О Это же моя кукуха Повторил кукуху Восем раз Не знаю За предложение Распределять Свои возможности И силы Потому что Может просто Типа Не то Что вы там Сквозь силы Делали А просто Перебездели Хотя Может такого и не быть Правильно Все ради Надо понимать Что вы можете На старте Вы можете Играть в Аху Там реально 24 на 8 И вам все будет в кайф И не собьет вам Никакого желания Играть в Аху На самом деле То есть Вполне себе Это будет Кайфово Вы просто играете Время проводите Как вам нравится Мне еще кажется Важно Выигрывать Что Или проигрываешь Сам Думаешь Это Не для всех Но в принципе Большинстве Да Есть люди Которые Типа Проиграл Отлично Отличные партии Столько иного Узнал Проиграл Опять же Важно Ты все время Проигрываешь Или Иногда Проигрываешь Тебя может Это Ну то есть Партия Выигранная И партия Проигранная В среднем Ощущается По-разному Для людей Потому что Одно Ой Я смог Преодолеть Что-то Естественно У тебя там Эндорфин И вся фигня Вот тебе Твое тело Гладит По головке Молодец Достиг Чего-то И ты Приходишь К жене Я сегодня Михаила Выпорол Денис Проснись Проснись Денис Вот Или ты приходишь Так А тебе рассказать Как бы Не о чем Да Ну Типа Ты сегодня Сосал Большие болты Жена Ясень Сосал Да Что ж Как обычно Еще раз Пососешь Сейчас Моя очередь Такие дела Нет не жена А муж Ну Да На самом деле Есть такое Что еще Индивидуальность Восприятия Вот этих поражений Потому что Ну понятно Победа Всем нравится Это как бы Безусловно Но да Я например Просто Я проиграл Интересно Опыт Проанализируй Все такое Но самая большая Проблема Мне кажется Да Когда у людей Начинается Ну то есть Типа Мы же не об этом Речь в том плане Что с ним делать Но это Очень плохо Сказывается Если Человек Начинает Тильтовать От поражений Просто я знаю Людей Которые буквально Одно поражение То есть Там нет то Что они Серию поражений Или еще что Одно поражение Даже если Там закончили Счетом 195 Ну он проиграл Все Человек тильтует Буквально Типа в ноль Все у него Там все Говно Кал Типа играть Невозможно Игра говно Все это Вот это плохо Это Че с такой ситуацией Делать не знаю На самом деле Тема для отдельного Мне кажется Ролика Но это прям Плохо Обычно на самом деле Мой совет Если с вами Такое происходит Ну или Вот Типа Быстро вас Выбешивает То есть Тот факт Что вы проиграли Возможно Повод реально Занят своей башкой Но потому что Вас скорее всего Что-то другое Еще тербанит Помимо вахи Потому что Если у вас хобби Которое должно отдыхать Такое состояние Выводит Одним своим поражением В одной партии Это плохо Типа Это плохо Вы реагируете Ну типа Вы реально Вкладываете эмоции Больше в это событие Чем оно того заслуживает Это игра Вы играете в солдатиков Вот типа Ну я понимаю Что типа Все мы сталкиваемся Ну вот например Есть люди у нас По-любому Которые нас смотрят Которые не играют ваху А например Нас смотрят просто ваху Да Но например Чем больше всего сталкивается Например К компьютерной игрули И многие из нас знают Думают Что сталкивались с таким Что играя например В какие-то сетевую игрули Тебя там убивает И ты начнешь беситься Типа тоже Тоже плохо Типа Это тоже плохо То есть это у тебя Вызывается чем-то Надо с этим разбираться Типа Чего ты бесишься Почему ты бесишься Какого хрена Ну типа В буквальном смысле В игре Это игровая механика Ты играешь в сетевой шутер Что значит Что в среднем В статистику Ну как бы там В зависимости Конечно Устроена игра Но в среднем В статистику Если брать всех людей То ты по идее Должен Такая Что ты будешь В ней умирать Это сетевая игра Где ты играешь Друг против друга Так какого хрена Ты бесишься Ты же начал в это играть Да Но почему-то ты бесишься Значит надо Разбираться с этим Ну потому что Понятное дело Если ты умираешь 25 раз подряд А не убил никого Да Типа Тут уже понятно Скорее проблема Может дисбаланс И еще чем-то Другие шопы растут Вот То же самое с Вахой Но если происходит Буквально сразу Лучше как бы Обратить на это внимание В Вахе напоминаю Кстати Идеальное соотношение Побед к поражениям По версии ГВИ 50 на 50 Да В пределах 3% Или 5% 5% 5% Ну и типа На самом деле От 45 до 55 Типа У них типа Шаг должен гулять Ну по их мнению Как бы статистики Не факт Что на самом деле Это идеальная статистика Потому что когда у вас Все идеально 50 на 50 На самом деле Игра становится Может скучноватой Но это не об этом речь Вот Да То есть Смотрите внимательно На свою реакцию Типа Потому что Вы не должны От партии Испытывать Вообще Ну типа Вы не должны От партии Испытывать негатива Потому что Ваха Не забывайте вообще Это Ваха Это хобби Вы играете Вы зачем занимаетесь Типа хобби Потому что вам оно нравится Вот не надо превращать В то Что вам не нравится Это как то же самое С компьютерными игру Или методами Знаешь Как бы Странно Один мемас научил Меня полезные штуки Знаешь Просто какой-то Был тупой мемас Но тем не менее Я уже не помню Что там было на картинках Но суть в том Что было сказано Что знаете Если вам не нравится игра Вы можете в нее не играть А на самом деле Я думаю Многие сталкивались С тем Что например Начинают играть В какую-нибудь игру На компе И такие Уже блевать От нее тянет А типа Я продолжаю в нее играть Потому что Я тут начал Значит должен пройти Кому ты должен Эта игра Должна доставить тебе удовольствие В том числе Как твое хобби Оно существует Чтоб это было твоим хобби Чтоб делать тебе весело Если тебе не весело Что-то происходит не так Типа Тебе должно быть круто Может быть конечно Ты что-то делаешь не так Тут тоже надо разбираться Потому что Может быть тоже Оказывается Ты все время играл ваху Ты жопой кидаю кубы Типа да Не руками Вот чем была проблема Неудобства Просто да Но типа Если ты все делаешь Ну типа Все там все нормально То тогда Возможно такое А самая частая вещь Кстати Которая очень интересная Что Ну типа Я прям часто Это видел у людей Что вот это вот Проблемы Внешние Переносятся На ваху В том числе Ну так же На все что угодно Типа Да боже мой Думаю вы сталкивались В жизни Самым простым проявлением Вообще этого всего Это когда Люди Начинают Как бы Выражать свое недовольство На других людей Типа Ну буквально В смысле Что-то там их беспокоит А они начинают орать Просто на всех окружающих Типа Вот это тоже самое Типа Проявление того Что происходить Ну типа По идее В идеальном мире В идеальном мире Не должно Да Вот У нас какие-то Житейские уроки Пошли Смотри Какие Уф Полезные Смотри ТФЕ Социально адаптирующие Пошел Да Короче Друзья Прислушивайтесь К своим ощущениям Никто Вам самим Не скажет Кроме Самих Себя Что с вами Происходит И старайтесь Ну Систематизировать Это как-то Все-таки Если вы будете Просто Ну типа Ну окей Сейчас хочу Сейчас не хочу Просто возвращаться К этому вопросу Каждый раз Если вы что-то Сделаете Посмотрите Ага Вот здесь я уже Правила начинаю забывать Вот лучше Играть с такой частотой Да А здесь Я мне начинаю Надоедать Вот Где-то В этом балансе Это Окошечко Может изменяться От годов От всего Да хоть от времени Год На самом деле Да Зима Но Хотя бы Примерно Вы будете понимать Вот у меня Где-то такой Размерчик Который Вот С такой Скоростью Потребления Вахи Она мне в кайф Опять же Забывание Правил Это негативный Фактор Получается Для вашего Опыта игры Вы такие Блин Я что-то Ничего не помню И может даже Возникать Даже вспоминать Не хочется И все Но кстати Хочу сказать Что Держите В голове Опять же Что это негативный опыт На восприятие игры Но Нет ничего страшного Если вы забыли Правила Типа Не стоит там Сидеть Вот если вы Вот так вот Может устроены Что у вас быстро Правила из головы Вылетают Да Вот там негативный Не поиграл Все Ты отупел Ты забыл Все правила Да Может такое быть Может вполне Но не надо По поводу этого Типа Но Ваха тебе Доставляет удовольствие Похрен Ну можно Как бы странно Кто-то скажет Типа Михаил Ты что-то тупой Но можно Играть в Ваху Вообще Типа Дерьмово Разбираясь В правилах Если тебе Это нравится Сам процесс Ну то есть Мне кажется Естественно Что ты рано или поздно Научишься Но мало ли Я видал людей Которые вообще Не учится ни на чем И как играет Так играет Но Если ты от этого Еще получаешь кайф То в принципе Ну как бы это странно Прозвучит Но какая разница Ты играешь в хобби Зачем В первую очередь Ну зачем ты занимаешься хобби И играешь в Ваху Чтобы получать от нее удовольствие А не чтобы зубрить правила Все-таки Зубрежка правила Это просто как бы Часть этого хобби Но Не сама цель Этого всего дела Типа Что ты кому закажешь Если ты Ну знаешь хорошо правила Молодец Ты знаешь хорошо правила Да Но если ты типа Типа Те отвахи начнут блевать Тянуть Типа Такое себе Типа Кобби должно Короче вас Делать вам Вашу жизнь Лучше И приятней Если она не делает Что-то идет не так И зачастую проблема В том числе и вас Типа самих Что-то вы делаете Тоже не так Мы как это Вершители В отроках у вселенной Да Мы сделаем вас Счастливыми Да Счастливыми Будьте счастливыми Не ну это на самом деле Действительно Это знаешь прям Возможно было Действительно надо было Это делать уже В другом теме Записывать ролик Наверное Но это важная тема Которую Вот очень часто Почему-то я встречаю Что почему-то люди забывают Ваха Это хобби Хобби Оно за тем Чтобы тебе Было весело Классно И все такое Ты можешь по-разному Это получать Вот то есть Не надо думать Что типа Раз весело И типа Должно быть классно Ты значит не должен Играть на турнирах Почему Типа Люди Кайф может ловить Чего угодно Как бы Кто-то дрочит Присядку Как бы Кто мы такие Чтобы Это запрещать То есть У тебя это может выражаться Но Вот если ты От своего хобби Постоянно тельтуешь Вот тут Что-то идет не так Типа Этого Не должно быть Не важно В каком аспекте Вот кому-то Вахи Ваха достаточно Рабжазная Мы уже миллион раз говорили Те вот В самой игровой механике Тебе может быть Как хотеться играть Один раз в месяц Играть партию Крусейда А может Тебе хотеться Типа Что ты будешь ходить Каждые выходные Два дня в неделю На турниры Типа Вот ты будешь ходить В месяц На восемь турниров Типа И тебе это будет в кайф И прямо Чтобы там Пусть там даже пофиг Там тебе потно будет совсем Но тебе в кайф от этого Но главное Чтобы тебе было от этого в кайф А вот если ты ходишь Восемь раз на турниры А тебе почему-то Типа Вдруг неожиданно А это начинать не нравится Ну возможно Что-то опять ты делаешь не так Типа А так-то пожалуйста Делать что хотите Будет вам класс Ну ладно Обращайте внимание на окружающих Тоже Не портите другим жизнь А то еще тоже Многие люди таким грешат Тоже Ну мне кажется Мы сейчас В периоде Таком Культурном Когда все считают Что они главные персонажи И все остальные второстепенные Это тоже плохо Все насмотрелись Всяких фильмов Сериалов И прочее А что они со мной не дружат А когда решаешь разбираться А как ты хочешь дружить Ну типа Короче Они вот мне помогают Все А я такой классный Так и не работает Все Как бы Люди Одинаковые В этом плане И не надо искать Каких-то Второстепенных персонажей Которые Вам будут на подпевке Там что-то На подтанцовке Как-то в вашей жизни Изображать друзей Нет Все Самые достаточные В этом плане Ну да Надо считаться Все-таки С интересами Других людей В том числе Не только ваши Здесь важные А тут знаешь Мы такие Так и что это Если меня друзья Зовут на команде Я значит Должен пойти Папа-папа Попались в логическую ловушку А мы не будем На это отвечать Все еще Как бы все Смотрится по ситуации Все зависит От ситуации Что там происходит Ну да Кстати Мало кто Вспоминает Да возможно Про это А действительно Вах Это игра У нас как бы Социально активная В плане того Потому что ты Ну как минимум Вах играют двое И ты играешь С каким-то Оппонентом И надо В том числе Ну как бы Может быть Не прямо так Сидеть и Сейчас я буду Брейншторм устраивать Как бы так Моему оппоненту Эта партия Тоже понравилась Так же как и мне Но в целом Типа надо не забывать Что да Вы играете не один Вы играете не с ботом Каким-то А вы Играете с человеком И тоже должны считаться С его интересами И с его пожеланиями Типа Чтобы ему тоже Этот процесс Как бы Ну понравился Может быть правда У вас разное желание От этого всего дела Есть Вот Потому что Будьте Короче Будьте Правда Живите по правде Встречайтесь В партии Первый вопрос Ты что хочешь Да А он Тебе оппонент Такой Детей Завести Семеро детей И вы женитесь Обычная история С полей вахи Да Что не поделаешь С этим Правда Как она есть Что ж друзья Мы надеюсь Вам более-менее Изложили Это что мы думаем Ваше мнение Обязательное С аргументами В комментариях Мы ждем Почитаем Ответим Если что-то Такое Ну Будет у нас в голове В качестве ответа На сегодня все Берегите себя И свои минчики Пока Субтитры сделал DimaTorzok И подпишись И подпишись Субтитры сделал DimaTorzok